В эфире обзор прессы на Первом деловом. В пятницу 12 апреля в популярных украинских изданиях читайте о таком. Электронные деньги и онлайн-платежи уже давно заняли прочное место в мировой финансовой системе. Например, только в США более 30% магазинов принимают к оплате виртуальные средства платежа, а в Украине по итогам января-сентября 2012 года оборот электронных денег, согласно данным Национального банка, составил миллиард 160 миллионов гривен, что в 10 раз больше, чем по итогам всего 2011 года. По утверждению маркетологов, классификация товаров предназначена для их лучшего позиционирования на целевой аудиторию. Это так. Однако игра с классификацией дает им шанс дополнительно выделить свое предложение на фоне конкурентов. Одним из основных критериев классификации автомобилей, например, является габаритная длина. Больше в журнале Компаньон. Национальный банк зафиксировал массовое списание средств от счетов вкладчиков украинских банков. Деньги в основном вытекали для расчетов за товары и услуги. В телеграмме, разосланной руководителем банков, регулятор потребовал от водопечных предоставить объяснение относительно увеличения оборота, расшифровав виды и суммы операций, которые привели к резкому росту списаний. Эксперты считают, что отток средств от счетов могли спровоцировать сразу несколько причин. В этот период был зарегистрирован депутатский законопроект аналога обложений части доходов по депозитам с 1 января 2014 года, а также проект о запрете валютных вкладов. Хотя документы появились в конце февраля, активное обсуждение велось именно в марте. Кроме того, в марте произошел кипрский кризис и было анонсировано решение о списании части депозитов. Возможно, кто-то испугался, держа деньги в банках. Подробности в издании и комментарии. Редактор субтитров А.Семкин